Всем привет, это Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский и мы продолжаем серию видеоинтервью приуроченных к 20-летию Координационного Центра. У меня в гостях Катя Ведерникова, ведущий эксперт интернет-отрасли и отрасли регистрации доменов. Привет, Катя. Здравствуй, Жора. Обычно все беседы со своими друзьями, но я начинаю с простого вопроса. Как в твоей жизни появился интернет? Он не появился спонтанно, то есть фактически я в него вошла с его же начала. Так, расскажи, как это было. Это было хорошо. Я могу сказать, что я непосредственно начала этим заниматься лет 10 назад очень плотно и очень активно с ведущими участниками нашего рынка, но, естественно, перед этим шла какая-то такая дополнительная чуть-чуть подготовочка. Могу сказать, что экспертам, как экспертом, наверное, я стала благодаря чудесной компании Мастерхост, в те времена крупнейший хостинг-провайдер Рунета. И, соответственно, мастер-нейм с ним регистратор. Да, а дальше был прекрасный скачок к нашим любимым регру, с которыми я чудесным образом развивалась и сама, и смотрела, как развиваются они. Да, то есть и, собственно, не выходя, далеко не отбегая, мы ушли к мировым регистраторам международным, 101 домен. И вот так вот понемножку сейчас в данный момент активно занимаемся помощью другим регистраторам, начинающим. Скоро годик будет домены RF, RF.ru. То есть вот мы с ними регулярно сотрудничаем. Я им помогаю, они мне помогают. То есть мы прекрасно взаимодействуем. Ну, собственно, и от вас я далеко не ухожу, я постоянно с вами. Как тебе RF в этом году? RF чудесный, он получился какой-то такой ламповый. И в то же время очень веселый, молодой, радует. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, как эксперта, прошедший пандемийный год сильно сказался на отрасли регистрации доменов и в какую сторону? Сказался. Сказался, я бы сказала, в лучшую сторону. Очень много моментов, они просто причесались. Есть, насколько я понимаю, такие прекрасные вещи, когда становится чуть-чуть меньше шума. Когда все встает на свои места, когда то, что происходит в сети, оно происходит в сети. И, соответственно, мы все благополучно становимся чуть-чуть лучше, чуть-чуть более профессиональнее. Нам проще заниматься теми вопросами, которыми действительно мы занимаемся, а не только прекрасно коммуницировать в оффлайн-пространстве. По твоему мнению, какой нас ожидает будущее? Вот представь, 2031 год. Мы с тобой на рифе записываем новое интервью. Какой интернет нас окружает? Какие технологии будут вокруг нас? Я вообще очень люблю о будущем мечтать, потому что оно видится совершенно откровенным. У нас должно быть невероятное количество того, что мы делаем сейчас, только в максимальных масштабах. У нас все должно управляться цифрой. Цифра будет составлять наше, скажем так, восприятие полное. Даже все же субъективно. Мы будем просто выбирать то, что для нас было подходящее. Все это будет легенькое, красивое, удобное. В год 20-летия координационного центра. Что бы ты хотела пожелать координационному центру и в целом доменной отрасли? Я бы хотела, чтобы координационный центр не останавливался на достигнутом. То есть уже сейчас, насколько я понимаю, у нас регистраторов столько, что мы можем, вы можете, мы можем. Я немножко всегда, немножко такая. А я с координационным центром. Так вот, вы можете уже абсолютно честно и искренне считаться по объемам амбиции и всего остального мировым реестром. И я надеюсь, что, собственно, в ближайшем будущем государство, общество, координационный центр это будут вещи на одном восприятии. Ух ты! Здорово! Спасибо, Катя! Развитие и успех! Спасибо! Здорово! С нами была Катерина Ведерникова. И мы будем продолжать. Это координационный центр. Возвращайтесь к нам. Продолжение следует...